Участвует во многих программах. Это основная программа, которая у нас есть по строительству жилья. Это переселение из аварийного жилья. Нам осталось завершить программу в этом году введением крайнего дома. Это 124-квартирный дом. До сегодня ситуация такая, что все это по графику. Исходя из того, что республика, забыл, кстати, главе доложили. Исходя из того, что республика выполнила показатели в своем прошлом году успешно. И дом заселен, жильцы радуются, живут. Нам будет выделена дополнительная сумма, порядка 40 миллионов рублей. На следующий день министр Ткачева находится в Москве. Согласовывает, как крайние детали, подтверждение с Москвы уже есть. Документов только нет. Это касаемо переселения из аварийного жилья. Второй момент. Это жилье для детей-сирот. Мы в этом году программу продолжаем. 40-квартирный дом 1-й будет вводиться 11-го числа апреля. Приглашаю всех на торжественный год, вручение ключей. Но и тот вопрос, который глава поднял, это ЖСК, кооперативы, которую мы хотели бы, чтобы эта программа в республике поручению главы реализовывалась. На сегодняшний день у нас первый кооператив – это педагогический кооператив. Сейчас завершились решения вопросов по земельным участкам. Возникли небольшие сложности именно с кредитованием этой программы, с учетом того, что по закону, по закону, по тем законам, которые подтверждаются ипотечные кредитования, к сожалению, невозможна схема реализации именно в истории с ЖСК. Но сейчас мы вот ищем механизмы вводового вручения сегодня, чтобы мы смогли проработать возможность креативного фонда, а это реальный механизм, который поможет получать кредиты потенциальным жителям, участникам корпоратива дешевле. Поэтому этот механизм еще будем прорабатывать и все необходимые документы принимать. То есть по ипотеке это… Есть сложности именно в том, что ЖСК и ипотека не стыкуются по федеральными законам. Поэтому сейчас ищем механизм, чтобы эта схема заработала. А вот эти 40 миллионов, которые вы сейчас… Этот дом деньги пойдут на переселение из аварийного жилья, которое мы потратим на 118-й квартирный дом, исходя из того, что принято решение… 124-й, наверное. 124-й квартирный дом, исходя из того, что было принято решение, чтобы дом был… И у нас этот дом, вы знаете, переселивается в общежитие, там почти все квартиры в этом доме однокомнатные. И поэтому, исходя из этого, нагрузка, наверное, на бюджет велика, и федерация нашла возможность поддержать нас именно по строительству этого дома. И по школе сказали, чтобы оборудование… Школа у нас на сегодняшний день… Татьяна. На сегодняшний день по школе ситуация такая у нас. Оборудование поступило в листу уже на 85%. Оборудование все современнейшее. Это и столы, и все остальное. Постройки на сегодняшний день у нас под кровью будет заведен первый блок, наверное, может быть, в конце этой недели будет, значит, монтаж кровли. Ну и главная задача, в связи с тем, что в школе есть еще и бассейн, чтобы и бассейн, и столовая полностью, соответствующие всем требованиям, были до 1 сентября введены тоже. Поэтому мы контролируем этот момент. Там еще и стадион будет рядом со школой. Поэтому когда-то скоро пригласим вас на строю площадку. Спасибо.